а здрасте а у нас тут продолжается карьера на дарах кавказа и на часах у нас сейчас 759 а это значит что пора валить в агентство по недвижимости и пытаться купить двенадцатое поле как обычно его сейчас еще попробую найди но вроде как я правильно иду нет опять и неправильно иду я все время забываю где находится это сраное агентство недвижимости еще найдем банкоматов вижу обо нашел и как раз 8 утра у нас стукнуло мы сразу же с утра пораньше в агентство по недвижимости ешкин кот сверху какой-то вопросик во ладно это мы все читали так смотрите чего у нас тут есть у нас есть поле 12 и мы попытаемся его купить агент связался с владельцем ожидайте ответа отлично не знаю сколько по времени у нас будет ожидание ответа у нас так-то кстати на ферме еще ничего не выросло поэтому мотаем время ждем ответа и ждем пока созреют наши урожаи потому что как видите здесь ничего не выросло еще даже ничего не проросло события воры прорвались в ваш дом и украли 114 тысяч нихрена себе внезапное дерьмо самое главное что я тут дома-то и нахожусь вот же шублюдки то а а вот друзья и перешел ответ у нас из риэлторского агентства владелец не хочет продавать имущество поле 12 вот падла то что-то сегодня все не по плану а ну и конечно же агент хочет совершить сделку за монетки правда у нас нету 9 монет поэтому мы ничего не сможем сделать мы не можем купить поле просто потому что владелец не хочет осталось найти монет 95 у меня их значит 5 штук всего есть 9 я я не могу купить поле да еще и за 9 мимо нет достаточно монет для сделки но я знаю вот это по пандос кстати а я-то надеялся на новое поле нас устать уже посевов зашли поэтому я а что если нам обратиться опять в агентство и попробовать еще раз тут он за три часа приняли решение что вы скажете на это и друзья мы сделаем еще одну попытку знаете ли за спрос не бьют в нос наверное да а мы не можем сделать вторую попытку гениально твою мать но 12 поле нам не помешало бы мне по пандос конечно но да ладно а на часах у нас 1557 нас еще не созрел урожай но пришло еще одно сообщение а именно у нас элеватор поднял цену на сою и мы кстати в прошлый раз ее и собирали мы если посмотрим у нас есть 36 кубов этого замечательного зерна и за 1821 осталось еще три часа такой цены я думаю что имеет смысл это все дело продать поэтому друзья у нас есть замечательная мтз . такая вот синенькая с прицепчиком и еще с отправим валерку чтобы он ездил это все дело продавал вот загружается все замечательно короче он справится я думаю что у него никаких проблем с этим не возникнет ну и пока мы ждем у нас есть принципе тоже чем заняться вообще друзья я хотел отправить возить другую мтз . которая у нас вот тут стоит 1221 . но не осталось всего лишь 20 литров топлива и как по мне это очень мало он поехал мимо ворота открыли гениально ну и ладно пускай ездит поэтому по-хорошему нам надо привести сюда топлика каким-то образом но это ладно чуть-чуть попозже нам друзья надо закупиться немножко техникой смотрите у нас на поле растет кукурузка кукурузку эту мы пустим на силос потому что сейчас мы чё-то упоролись в животных не знаю зачем в общем то я хочу это все дело собрать на силос у нас есть силосный комбайн но жадко который есть для него она для травки нам нужно кукурузная поэтому надо ее купить плюс все это дело мы будем забивать в яму нашу поэтому нам надо купить отвал и еще чтобы валероны хорошо справлялись с этим всем дерьмом мы купим еще один прицеп с которым ему будет немножко проще ездить поэтому мы переходим магазин у нас тут уже все перегнал я сюда все перепарковал и давайте затариваться для начала друзья жадко для силос уборочной что-то она как-то до хрена стоит 25000 ну ладно все равно она нам нужно мы покупаем раз это то что идет в комплекте для травы у нас была не совсем комплектная жадко ну да ладно далее заравниватель берем крутой за семь с половиной тысяч тоже покупаем еще друзья нам нужен прицеп берем вот такой вот pts-10 11000 стоит и он на один с кубов как пропорционально однако он без поворотной оси именно поэтому я его собственно и беру покупаем и у нас эти доходы от продажи урожая 17000 за один прицеп неплохо неплохо хотя мы на 40 тыс техники накупили но мы сейчас все это отобьем соей в общем-то берем наш комбайн и цепляем к нему жадку да он цепляется замечательно меня это радует пока его глушим берем нашу эту самую тазачку сейчас мы цепляем к нему прицепчик и цепляем к ней отвал отвал подцепим сейчас на морду уже должен подцепиться до отвал подцепился можно очень поднять чтоб не мешал и цепляем еще прицепчик вот нормальная схема да ну и тогда заканчивается сейчас продажа везу все это на базу и дальше мотаем время ждем пока созреет наша кукурузка и так друзья 6 утра у нас все созрело и в общем то будем тоже заниматься продолжать заготовкой силоса точнее начнем этим заниматься но сначала друзья нас тут мельница кстати опять же дистанция что-то как уменьшается видимо приехал этот самый поезд и забирает оттуда увозит короче склад вот этот на же дистанции поэтому уменьшается но я о чем я о том что мельница повысила цену и цена тоже прекрасная еще 6 часов будет такая замечательная цена поэтому мы так как у нас есть 17 кубов пшеницы я думаю что имеет смысл ее тоже продать мы денег не сильно много на этом заработаем 17 тысяч но это больше чем если мы ее будем продавать за стандартные там 600 евро или сколько он там стоит поэтому нашу мтзшку она даже никуда не уехала валерон ее оставил там на месте когда закончил свою возить мы отправляем валерона опять опять девка поехала ну ну да ладно в общем то ему два рейса надо будет сейчас сделать он их сделает и у нас все будет нормально я кстати взял в аренду сейчас газона и привез сюда четыре с половиной куба топлива поэтому у нас есть чем заправить нашу вот эту вот мтзшку давайте мы ее наверно заправим 17 литров осталось топлива я тут свои дела еще делал тут перегоны расставление и все такое прочее надо в общем то заправить ее ну на ближайшее время топлива нам хватит это это хорошо пускай заправляется нас друзья впереди сраны силос я наверное пожалею о том что я решил затаривать его в яму да еще которая находится рядом с полем могут возникнуть из-за этого проблемы с нашими валеронами я в общем то всем провел инструктаж у нас тут один валерон будет это все дело прессовать вот этой вот замечательной лопаткой в яме но пока там ничего нету он разумеется просто стоит и ждет один валерчик у нас будет работать на комбайне соответственно тоже ждет пока мы к нему на тракторе подъедем и на тракторе сначала поработаем сами а потом наймем тоже валерона когда нам это надоест еще хорошо чтобы все работало было бы очень здорово в общем то заводимся и погнали тут у нас один скулов по моему этот прицеп я уже подзабыл хотя для вас покупал я его пару минут назад а у меня полтора часа уже с тех пор кстати прошло да я тут занимался всякими полезными делами инструктажи всякая фигня надеюсь что все будет нормально работать ну чё ты прицеп увидел замечательно и и что это такое дружище как это понимать то у нас кукуруза не созрела кукуруза созрела с ужаткой не то что-то но от яшкин коджи жатко ж кукурузная вроде же все правильно сделал чё она не работает ладно бину жатку то вроде ту взял тут он кукуруза стоит на дона найдет что-то непонятное короче говоря друзья может быть я тупой может быть я чего-то не понимаю я взял даже в аренду другие комбайны разные жатки пробовал и ничего не собирает эту сраную кукурузу носилась ничего поэтому друзья я принял решение что мы будем носила скосить траву я запустил двух валеронов в общем-то они тут работают будут с этой нашей полянки которую мы в прошлый раз с вами запахали засеяли травкой она кстати немножко отличается наша выросшая травка от той которая в общем-то не косится ну и тут в общем то все замечательно пока что работает да это займет уйму времени даже дружище заглушил двигатель какой молодец топливо наше экономит в общем-то мы не всю эту травку вы косим под силос надо будет немножко выкосить еще и под этот самый просто под траву потому что у нас у коров и овец закончилась трава ведь производительный 41 42 процента надо им травы закинуть но наше поле тогда мы уберем просто тупо на зерно это кукурузу купим жатку для нашего комбайна и соберем ее на зерном почему нет авось тоже удастся продать но первым делом друзья надо наверное поехать покосить травой пока она там вся не это самое пока ее там все не выкосили или может быть не ехать на то поле за травой может быть поехать покосить около магазина потому что далеко туда ехать на самом деле а на этой косилке маленькой она у нас хоть и в этом ангаре стоит или не вы да в этом ангаре заведем цепанем к ней этот прицепчик с подборщиком выгоним и закроем на хрен вот это все дело да друзья мы все-таки поедем раз вручную все равно это будем делать тихо 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 не знаю зачем заглушил меня привычка знаете ли вылазить из транспортного средства и глуши двигатель меня за это мультиплеере уже не раз ругали даже ха да чтобы не мешать короче на той полянке пускай трава растет а мы поехали к магазину и скосим по прицепу травы для коров и для этих самых для овечек оттуда или что нам там надо а еще и сено надо нашим коров ну ладно травы тоже все равно надо набрать и овцам надо набрать травы 12 кубов овцам и 32 куба коровам в общем-то два прицепа надо брать но поехали в магазин тогда хотим вообще на самом деле прежде чем куда-то ехать давайте-ка мы проверим чтобы нормально у нас валероны наши справлялись он как раз подъезжает валерон который сейчас траву привезет сюда конечно дико долго ездит но блин ничего не поделаешь меня был план с кукурузой и урожай здесь намного больше был бы ну по крайней мере сюда он добрался без проблем но самое интересное начнется именно сейчас я тут здесь на крыше короче заныкался за ними слежу они не знают что я здесь но вроде как это все дело должно нормально заработать а раньше по крайней мере работала в задним ходом сейчас должен разгрузиться должен еще попасть в эту яму ну вроде попал вроде все нормально даже выгружается и куда ты поехал дружище твою мать а что с тобой не так вот же падла то самое главное еще очень медленно разгружает но вот что не так и где звук двигателя работающего этот поехал куда-то твою мать нихрена не работает это вообще что за нахер да беда мне кажется друзья я что-то сломал в севе когда в нем копался твою мать я короче все валероны уволены на хрен будем работать сами я понимаю что модовая техника и это все это все понятно но оно все равно обидно знаете ли могло бы этого и не быть могло бы быть все нормально я кстати эту серию записываю уже третий день и у меня три попытки на это ушло если что если быть совсем откровенными и честными поэтому у меня на работоспособность всего этого дерьма уже нет настроения никакого ну допустим допустим мы тебя отсоединим и опять попробуем нанять валерона и посмотрим что он будет с этим дерьмом делать он поедет это все дело трамбовать но мы попробуем отчеты коптишь а что с тобой не так я же сам вручную тебе двигатель заглушил да что-то не то явно мы короче сейчас поедем и разгрузим ручками все это дело он кстати не хочет разгружать нормально может быть дело в прицепе конечно но он его не разгружает здесь но твою ж мать я но вы же видите что что-то не то давай давай отъезжай щас будем тут пробовать да беда ладно хорошо у меня будет план б значит мы это говно паркуем сюда и все-таки поедем на косилке скосим еще прицепчик не знаю прицеп другой именно для ямы так значит попробуем выступать сейчас туда вот это вот дерьмо который мы сейчас накосили с помощью наши великолепной косилки и великолепного прицепа подборщика мы все это дело собрали валера который должен трамбовать он стоит отдыхает ничего не трамбует вот это вот все дерьмо не укатывает я ему сейчас кучу здесь насыплю чтобы он если она конечно будет сыпаться здесь это сыпется с этого прицепа высыпается но в этот прицеп не хочет наполняться если с комбайна работать трава он и нахрен игнорирует и здесь осталось 7 литров травы на и с ямами тоже какие-то проблемы беда ну ладно припаркуемся ну и чё ты поедешь не а есть вероятность что ему трактор мешает он же типа не не любит работать если рядом техника стоит ну допустим чем эти отгоним блин здесь все насрали этой травой здесь я хоть не просто так я ямы не люблю да друзья захотел по фэншую все устроить высыпали вроде нормально ладно сейчас мы это дело отгоним куда подальше метров на тихо метров надо хрена отсюда правда косилку тоже надо убрать куда-нибудь подальше чё далеко мы отъехали мы далеко отъехали и кстати тот трактор то стартанул видимо косилка его не смущает а вот трактор с прицепом его смущает ну и что ты мне мой друг расскажешь он поехал что-то укатывать до василия сегодня явно день не сдался это вот прям видимо гороскопы что-то ему не то рассказали может быть ему черный код дорогу перебежал я хрен его знает знаете друзья да ладно то что серьезно две монеты на кладбище я только что одну просто подобрал да ладно что-то я тут отклонился от нити беседы в общем то друзья на самом деле случилось два события которые повлияли на то что это карьера у нас внезапно заканчивается одно из них события печальная вообще ковырялся я три дня пытался записать серию и в итоге я короче что-то сломал потому что есть сейф что-то там редактировал модами что-то беда какая-то меня теперь вообще тупо не загружается но второе событие более радостное мы с вами переезжаем в город приозерск и там уже замутим реально длинную и просто охренетительную карьеру друзья я вам обещаю прям она вообще охренетительная будет вот прям серьезно но то что случилось с васей но на самом деле перевозить его на пятую или шестую карту уже я подумал что это перебор поэтому у нас будет новый персонаж там мы оторвемся по полной огромное спасибо мне друзья хочется выразить всем спонсорам канала и тем кто присылает всякие донатики спасибо друзья вам огромное за поддержку а также отдельное спасибо компании или не знаю группе разработчиков manuscript gt и особенно станиславу стасенко за предоставленные материалы для записи на этом друзья у меня все спасибо что смотрели поверьте на слово дальше круче с вами был никита дилой и всем всего доброго пока пока субтитры подогнал «Симон»